Как определить, что ребенок подвергается насилию со стороны сверстников? Если этот вопрос касается непосредственно родителей, в первую очередь, то, безусловно, по таким типичным поведенческим признакам это определяется. Когда ребенок отказывается ходить в школу без каких-то, на первый взгляд, видимых причин, не обосновывая. Когда ребенок выбирает какие-то длинные пути, чтобы добраться до школы и из школы домой, и родители это замечают. Когда ребенок начинает замыкаться в себе, тоже, казалось бы, без видимых причин явных на это. Когда ребенок начинает вести себя возбужденно, агрессивно, каких-то прям вот явных проблем и сложностей, родитель тоже сразу не отмечает у ребенка. То есть чаще всего это именно нежелание ходить в школу. Иногда появляются ссадины какие-то, синяки непонятного характера. У ребенка исчезают карманные деньги, и он не говорит, не может сказать, куда они исчезают. У ребенка рвется одежда, портятся вещи. Можно ли предотвратить буллинг? Однозначно, да. Буллинг можно предотвратить просто тем, что его не принимать взрослым людям. То есть буллинг – это в первую очередь проблема взрослых людей. Если взрослые люди позволяют буллинг, не в прямом смысле, да, конечно, там, убежайте всех детей подряд, мы говорим, да. Но если мы, как взрослые люди, где-то в своем уме, в своей голове думаем о том, что буллинг, ну, почему нет такое возможно? Может быть, кто-то даже от этого научится жизни, станет более опытным из детей. Ну, и, соответственно, мы его так игнорируем, если мы знаем, что он есть. Если нет однозначно четкого представления в голове взрослого о том, что это невозможно и нельзя ни при каких обстоятельствах, то тогда буллинг возможен. Если же взрослый четко понимает, что это просто неприемлемый вариант поведения и пресекает его на первых порах. То есть если я вижу, что ребенка обижают где-то там на улице, где-то в школе, во дворе, и я заступаюсь, говорю о том, что этого делать нельзя ни в коем случае, ну, и это систематически, тогда буллинг можно предотвратить. Если мы говорим про психологическое насилие, когда задирают, убежают, вербально, так сказать, убежают ребенка, то, безусловно, здесь очень важно с ребенком обсуждать о том, как можно реагировать в случае, когда тебя обижают. Ну, то есть можно отреагировать с юмором, можно отреагировать нейтральным ответом, который не позволит обидчику дополнительные какие-то вопросы и издевательства найти. Обязательно показывать пример, собственный пример ребенка. То есть для того, чтобы научить ребенка эмоционально не реагировать на то, когда тебя обижают вербально, нужно показывать самому родителю, взрослому, как это делать. Ну, это для такого самоанализа родителя. Если я считаю, что мой ребенок не умеет отвечать на обиды вербальные, то нужно посмотреть на себя, а как я реагирую, когда меня обижают, я как родитель, как себя веду. Если коллектив уже начал гнабить ребенка, если мы говорим о том, что уже начался буллинг, вот потому что какой-то разовый вариант того, что поругались, конфликт и разошлись в разные стороны, с этим чаще всего дети справляются. Если буллинг уже запущен, процесс буллинга идет, здесь родителю необходимо включаться. Как разрешить ситуацию с насилием со стороны сверстников? Во-первых, это включение всех участников взрослых в эти отношения, то есть и родители жертвы того, кого обижают, и родители буллера, тот, кто обижает агрессора. Это обязательно включение педагогического коллектива, классный руководитель однозначно, психолог туда включается. Вообще есть специальные программы психологической помощи в буллинге, то есть я не буду в частности уходить, но там психолог работает и с жертвой, и с агрессором. Причем программы направлены не на то, чтобы искать, кто виноват, а кто прав, а на то, чтобы ребенка-жертву включить в общий коллектив, а этот коллектив включить как некую такую поддержку для ребенка. И для этого нужно, опять же, определенное проведение мероприятий, консультативных бесед. Классный руководитель должен проводить различные классные часы по обсуждению буллинга напрямую, и о том, что это неприемлемо, и спрашивать ребят, каким образом этот вопрос можно разрешить. Чаще всего дети умеют давать правильные ответы, просто мы не всегда их слушаем на самом деле. Может ли ребенок решить проблему самостоятельно или нужна помощь специалистов? Если мы говорим про ребенка, то, наверное, в 99% случаев буллинг решить самому очень сложно, ребенку. Взрослым родителям с педагогами, с классными руководителями это сделать возможно. Ну, естественно, в самых уже затянувшихся, сложных случаях, конечно, необходимо привлекать специалистов. Но в целом, если только на начальных этапах буллинг начинается, если взрослые грамотно отреагируют, они могут самостоятельно его разрешить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин